У каждого есть свой любимый сорт хлеба. Тонкая хрустящая корочка, добавки в виде семечек, изюма, а может быть традиционный белый хлеб. К слову, здесь в топе продаж хлеб крестьянский. На комбинате рассказывает секрет его изготовления. Чуть-чуть такой процесс долгий у него. И замешивает как-то его долго. Он должен стоять, потом должен он в час стоять и печется тоже. Он чуть-чуть долгий такой процесс у него. Остальные не так тяжелые, как этот. Но очень вкусные и никогда он на приматках не лежит, не остается. Очень вкусные. Советую. Несмотря на то, что традиции его производства постепенно меняются, любовь к мучному остается. Для дагестанцев это один из главных продуктов. В пекарне за смену выпускают несколько сотен изделий. Всегда все самое свежее. Но самое главное – хлеб здесь пекут строго по нормам шариата. При выпечке хлеба с соблюдением норм халяля полностью исключаются алкоголь, содержащие элементы, вредные добавки и консерванты. Никаких добавок красителей и усилителей вкуса. Основной целью была то, чтобы организовать именно халал. Халал в чем заключается? Наши многие граждане думают, что халал – это только к мясу относится. Но организация халал-бизнеса – это начинается с организации самого бизнеса, с омовения, с соблюдения всех норм и чистоты, и порядка. Мы хотели дать качественный продукт, но качественный продукт, чтобы за него отвечать, нам нужно было его самим организовать. Кстати, мука здесь используется, сделанная на каменных жерновах. Считается, что такая мука имеет лучшие хлебопекарные свойства. При помоле между каменными жерновами не происходит уноса высококачественных веществ. Все ценные витамины сохраняются. Такой хлеб полезен тем, кто следит за своим здоровьем и выбирает продукты питания без вредных добавок. Мы стараемся брать муку, сделанную на каменных жерновах, именно по старым технологиям, чтобы максимально сохранить свойства зерна и, соответственно, дать хороший продукт наш. У нас и в исламе, и в народе хлеб очень ценится изначально, поэтому это первый продукт нашего стола. Поэтому, учитывая этот момент, тоже стараемся более качественно, более широко представить в нашем магазине именно эту хлебовую лучшую продукцию. Бахтиар работает здесь не так давно, но уже прекрасно знает все тонкости создания вкусной выпечки. Главный секрет прост, говорит он, готовить надо в хорошем настроении. Хлебобулочное дело считает своим призванием. Я сюда пришел, как бы сказать, вообще не знал, как работать, имеется в виду, вообще не знал, что делать. Меня обучили, показали, понравилось. И вот, надеюсь, дальше буду продолжать в том же духе. Примечательно, что каждую первую пятницу месяца все вырученные деньги направляются в благотворительный фонд «Инсан» для помощи больным детям. Каждую пятницу, первую пятницу каждого месяца мы все вырученные деньги, не прибыли, а именно все вырученные деньги отправляем на благотворительность в фонд «Инсан», чтобы помочь нашим детям. Полчаса пеклись эти батоны под большой температурой. За это время они поджарились и приобрели аппетитный вид. Перед ароматом свежего горячего хлеба устоять сложно. Работа в этой пекарне вовсю кипит. Пекари стараются, чтобы главный продукт, ароматный, с пылу, с жару, с хрустящей корочкой, оказался у нас на столе.